Роман Николаевич, а какой бы Вы оптимальный комплекс порекомендовали бы для профилактики? Ну, мы вот когда в начале разговора поговорили об этом, о всем, и сейчас мы подходим к самому интересному, наверное, да? Как себя защитить? Да, о том, что я говорил, что есть методы и способы профилактики, во-первых, это вот о чем мы говорили, ну, как-то над собой поработать, привести себя в порядок имеющимися возможностями, это сон, питание, бредные привычки по возможности, да, то есть, ну, от курения однозначно надо отказываться, кто курит, вот я вот советую, в нашей компании есть возможности, они обширны уже, вот на данной встрече я подготовил некоторые из тех возможностей, которые могут помочь, во-первых, помочь организму предотвратить возможность развития тех или иных состояний заболеваний, которые могут привести к онкологическим проблемам. Вот, в частности, если да, обратить внимание, комплекс 3 очень хорошо известный всем наш препарат, продукт нашей компании, всем уже он давно полюбился, это комплекс 3 мощных антиоксидантов, которые помогают бороться организму с свободными радикалами, ведь не секрет, есть свободно-радикальная теория развития онкологических заболеваний, пожалуйста. Есть. Монопрепарат доступный, который помогает избавиться организму от акцидативного стресса, от антиоксидантов, именно тех свободных радикалов, которые могут привести к поломкам, в результате чего возникает предопухолевое состояние и в результате чего доброкачественные изменения, воспалительные изменения могут приобрести способность к малигнизации, к озвучислению. Это простое такое объяснение, может быть оно будет немножко резать слух специалистам, но мы здесь собрались не для того, чтобы рассказывать специалистам, так чтобы было понятно всем, пожалуйста и сил, тоже комплексный растительного происхождения препарат, который обладает профилактическим воздействием и снижает риск развития заболеваний, онкологических заболеваний, путем воздействия на различные хронические заболевания снасистем органов. Меня НСУ дочка очень любит, поднимает активность, в общем хорошо себя чувствует. Да, и вообще я бы сказал, что у нас уникальная вообще линия профилактических препаратов, они у нас скомпонованы в онкосерии, так и находятся в препаратах для поддержания, для улучшения здоровья. И конечно же стоит обратить внимание на наши пептидные препараты. Да, это илодоникс, крестоген, эндолутен, пептидный комплекс номер 3 тоже доступнейший пептидный препарат, который просто нанесение, каждый может позволить, да. И также у нас разработаны, разработаны целенаправленные препараты, целенаправленно воздействующие. Например, вот если взять препарат на метон, интересная очень, интересная очень разработка, которая направлена на решение проблем, на решение женских проблем при заболеваниях органов репродуктивной системы, а в частности это, конечно, молочная железа, снижение риска развития онкологических заболеваний на фоне различных дисгормональных нарушений, очень хорошо работает и очень хорошо оберегает молочную железу, вот появление в них различных фиброаденоматозных изменений, так называемой мастопатии, да, такое называемое мастопатии, да. Мастопатия – это собирательный термин, в который входят различные доброкачественные образования, на фоне которых возможно развитие различных заболевых опухолевых состояния. Так что вот тоже интересно. А в целях профилактики как часто его принимать? В целях профилактики Мометон, ну, во-первых, что касается молочной железы, я уже сказал, это основная проблема онкологии у женщин, онкологическая проблема у женщин. Не стоит пренебрегать современными простыми возможностями раннего явления, это ультразвуковые исследования молочных желез, хотя бы раз в три месяца, раз в полгода делать, да, иметь представление о актуальной картине, да, и также ходить, появляться на профилактические осмотры к маммологу, также стоит, да, это, конечно же, в основном касается женщин, у которых в семейном анамнезе вот были какие-то заболевания, да, онкологические, злокачественные. Что касается Мометона, то целесообразно его с профилактической точки зрения применять минимально, это раз в полгода, курс Мометона раз в полгода по одной капсуле два раза в день в течение, в течение месяца, это такой минимальный курс, да, и его также можно расширить до одного-трех месяцев с проведением раз в полгода также, да, или же, значит, при наличии различных вот состояний, которые укладываются в термин мастопатия, да, его можно применять курсом в течение месяца, через месяц, то есть перерывами через месяц, а также можно в течение трех месяцев подряд применять, то есть, в принципе, да, это, ну, это очень интересная разработка наша, да, которая создана на основе моего личного опыта, длительного опыта работы в институте онкологии в Петербурге, и я в силу своей профессии занимался мамологией, да, то есть, ну, это не основное было моим, не основным было моим занятием таким вот сопутствующим, да, как говорится, все онкологи, а немножко мамологи, да, и я, значит, анализировал, аккумулировал знания, которые были мной получены, и в результате чего вот мы, наш научный отдел создал такой препарат, в котором собраны все имеющиеся безопасные действующие природные, значит, ингредиенты, помогающие бороться, эффективно, безопасно бороться, физиологично бороться с имеющимися, с возможными заболеваниями, с возможными дисгормональными состояниями, с возможными проявлениями дисгормональных состояний органов репродуктивной системы. Смотрю, в составе есть респиратрон, витамин А, витамин Е, это еще и кожа станет лучше. Абсолютно, абсолютно верно, ведь состояние репродуктивной системы женщины, да, очень сильно влияет и на кожные покровы, то есть, это комплексный препарат, именно воздействующий на женский организм в целом, скажем так, в таком зрелом уже. У нас красота и молодость везде идет бонусом. Да, у нас идет все, да. Бонусом. Препарат Ривифорд, что бы вы сказали о нем, его довольно-таки активно покупают и он нравится нашим и партнерам, и привегулированным клиентам, вот за что его так сильно любят, вот его такие свойства? Вот Ривифорд это, скажем так, основной наш препарат онкосерии нашей, нашего онконаправления, над которым мы работали длительное время и который себя очень хорошо зарекомендовал в плане применения его как с точки зрения вспомогательного препарата при различных специфических формах лечения онкологических заболеваний, он улучшает, улучшает результаты лечения, снижает риск развития метастазирования, улучшает, значит, отдаленный результат лечения, то есть он применяется, основная его направленность применения в комплексе с хирургическим химио-лучевым лечением для потенциирования лечения, а также, в монорежиме, то есть как один препарат он целесообразно его применение уже как препараты самостоятельного после всех проведенных методов специфического лечения хирургического химио-лучевого лечения, как самостоятельного препарата для снижения риска рецидивирования, снижения риска развития метастазирования, улучшения качества жизни, Улучшение результатов лечения онкологических больных. Также в ходе его применения оказалось, что этот препарат очень хорош для применения в таких ситуациях, как различные серьезные воспалительные заболевания, инфекционные заболевания, в комплексе с антибиотикой терапии. Можно совмещать. Серьезные заболевания для восстановления пазохирургических, различных операций, не относящихся к онкологическому процессу. То есть общий серьезный восстановительный препарат, но с онкологической направленностью применения целенаправленно в практике лечения вспомогательного препарата, онкопрепарата. Очень интересный, я бы сказал, сопутствующий, но с точки зрения его применения и самостоятельный препарат это релиплант. Вот, кстати, да, тоже такая инновационная наша разработка и хорошо себя зарекомендовавшая разработка. Препарат, который направлен на нормализацию организма после применения химио-лучевого воздействия. То есть, что это такое? То есть, он применяется после курсов химиотерапии, лучевой терапии для восстановления здоровых клеток и тканей. Так как всем известно, что в основном химиотерапия сейчас, она общего имеет воздействия. Есть современные разработки, современные тенденции для направленного введения в ткань, в опухолевую ткань. Но все-таки сейчас пока еще не настолько это имеет широкую распространенность. И не везде это можно применять, не при всех онкологических забиваниях. Так что приходится вводить, значит, химиопрепараты, которые обладают токсическим воздействием на все клетки и ткани. И этот препарат помогает организму переносить это повреждающее лечение, добиваться, значит, лучших результатов лечения. Что в последующем помогает достичь самой, как говорится, высокой цели, да, это продлевать жизнь, да, увеличение длительности жизни. То есть тоже очень интересный препарат. И как Рейфорд, он в ходе своего применения показал также его эффективность и целесообразность применения при различных хронических интоксикациях. Это и табакокурение, кстати, и хронический алкоголизм, и вредное производство, и воздействие окружающей среды, и различные интоксикации, отравления бывают, да, вот пищевые различные отравления. Препарат хорошо помогает восстанавливать силы организма, восстанавливать организм в целом. Ну, я общалась с теми, кто принимал ревиплант именно во время химиотерапии, говорили по сравнению с теми, кто не принимал, да, кто был в палате, чувствовали себя намного лучше. Ну, да. Состояние организма совершенно другое. В том-то и дело, что мы, вот, Рейфорд, Инсил и Рейфлант, они проходили у нас апробацию в Институте онкологии в Петербурге, и вот, если что говорить, в частности, Рейфорд, я говорил, да, о тех эффектах, они подтверждены. Это снижение метастазирования, рецидивирования и улучшение показателей клинических, улучшение качества жизни. И Инсил также показал себя очень эффективным в профилактике онкологических заболеваний, в борьбе с хроническими заболеваниями, возможно, которые приведут к развитию онкологического процесса. Кстати говоря, те, кто применял Инсил в наших апробациях, ни у одного наблюдаемого не перешло переживание в опухолевый процесс. И что касается Рейфлант, вот о чем вы сейчас, Татьяна, сказали, также немаловажно говорить о том, что у тех, кто применял Рейфлант, гораздо реже, гораздо меньше наблюдалось, вот аллопеция, так называемое, облысение во время химиотерапии, да, меньше было токсического воздействия, рвота, тошнота, вот это тоже, да, то есть, показатели крови были более стабильны. То есть, вот такие вот характеристики, которые мы изучали и которые мы получили подтверждение. Так что, в принципе, конечно, это заслуживает внимания группа этих препаратов и они показывают хорошую эффективность в плане применения их онкологической практики. Но я хотел бы обратить внимание, что они также и направлены на борьбу с, на профилактику, на борьбу с предболезнью, скажем так. Можно не бояться и смело принимать, когда человек здоров. Абсолютно верно. Потому что логио – это онколиния, это антиоколиния. Абсолютно верно, онколиния, но в основе онколиния абсолютно полезные физиологичные и необходимые вещества, помогающие восстанавливаться организму, бороться организму и помогающие снижать риск развития. Вот это вот главное направление этой линии. Не стоит бояться, не стоит думать, что это химиотерапия, это не химиотерапия. Здорово. Про энсил вспомнила из опыта применения своего и клиента во время жары, вот сейчас лето, особенно люди в возрасте намного легче переносят жару, когда принимают энсил. Это свойство адаптации улучшает адаптационные силы организма, тем самым снижает воздействие стресса, тем самым улучшает и качество жизни, образно говоря, и снижает риск развития отсроченных различных эффектов, то, что может привести к заболеванию сердечно-сосудистой и нервной системе. Один из сезонных препаратов. Да, и, конечно же, хочется еще раз сказать, я уже говорил об этом, не забывайте и о наших пептидных препаратах. Связка эндолутен-глодоникс в 2-3 раза снижает риск развития онкологических заболеваний. Тоже очень действенный препарат и действенный комплекс. Об этом мы говорим, об этом знают все, это доказано и об этом тоже стоит помнить и не пренебрегать возможностями, которые у нас в компании есть. В принципе, у нас практически полный спектр препаратов, пептидных и не пептидных препаратов, которые помогают бороться с проблемами, как я уже говорил, оберегать организм от возможных поломок, приводящих к развитию онкологических заболеваний. Ну и кристоген тоже препарат синтезированный, тоже хорош для работы над иммунной системой, помогает восстанавливать иммунную систему, также обладает онкопротективным действием. Индозин у нас еще остался. Индозин очень интересная и эксклюзивная разработка наша, которая направлена на нормализацию работы желудочно-кишечного тракта и помогает снизить риск развития новообразования желудочно-кишечного тракта. Тоже интересный, доступный препарат, который влияет на воспалительные процессы в кишечнике. К сожалению, нет очень доступного и очень эффективного и простого препарата иммунсил здесь, кстати, да. И я бы вот его включил, скажем так, в такую первую, скажем так, доступную схему, да. Это иммунсил ПК-3 комплекс 3Р. Здорово. Да, такая доступная профилактическая схема, ну и можно добавить индозин. Значит, более такая уже обширная схема, конечно, эндолтен-блодоникс добавляем, да. Добавляем туда, ну, начинать, можно сказать, стогены эндолтен-блодоникс. Добавляем туда эндсил, да, комплекс 3Р, то есть тоже такая уже более обширная, да, схема тоже в течение месяца, раз в три, в шесть месяцев. Кто-то может раз в год это делать уже, то есть так вот. А усиленный комплекс? Усиленный комплекс, конечно же, однозначно эндсил, ревифорт, лодоникс, эндутен. Вот я бы, наверное, так, такой приоритет сделал. Король. Король, да. Король. Ну и не забывайте о комплексе 3Р, очень достойный препарат, который помогает всем остальным, да, работать, бороться за организм. Он защищает организм от свободных радикалов. Это тоже очень важно и очень сильно влияет. В принципе, можно применять постоянно. Да, комплекс 3Р, это очень важно. Да. Роман Николаевич, большое спасибо за интересную встречу и пожелания нашим зрителям, зрителям нашего официального видеоканала, проекта «Церезбейки». Уважаемые друзья, ну что, что может пожелать врач-онколог? Крепкого здоровья, успехов, постараться больше уделять внимание себе, своим близким, окружающим, давать возможность людям не болеть и сохранять свое здоровье. Крепкого здоровья, уважаемые друзья, успехов, всего самого хорошего.